всем привет с вами ted и если вы хотите стать мастером зеркалки зерк против зерга я думаю нужно учиться у лучших а именно у серого все знают что это за финский феномен как его называют но я бы сказал просто очень трудолюбивый игрок starcraft 2 собственно мастерски использует раз у зерга и посмотрим сегодня матч серл против элэзер там как раз интересная ситуация где разные стили за зерга сопоставились и посмотрим на действия серого то есть как нужно примерно действовать как нужно ставить свой план на матч-ап завзем вот вопрос дня как думаю догадались какой же самый имбовый юнит у зерга пишите в комментарии вот ну что поехали открытие в звз одну секундочку почему-то у меня здесь разбились настройки вот выбирать открытие серл этот матч уже посмотрел и здесь как раз интересное сопоставление будет серл будет играть стандарт а элэзер который играет сейчас против него будет играть почти похожий билд на тот что я делал гайд где легкое завзе через быстрых рачей с плюс атакой вот можете посмотреть как раз предложечки его очень прикольный билд здесь другая альтернатива его с классным таймингом который чуть позже но круче апгрейды короче ну хороший стиль его лазером мне понравилось и сейчас мы посмотрим значит они делают 16 хаты в звз это чуть раньше хата получается чуть раньше у нас винит и так проще отбиваться от разных линкфлудов алынов и прочего 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 то есть в звз они выбирают не 17 18 17 а чуть пораньше хату затем 18 газ 17 пул и все в принципе стандартно разведка сразу летит смотреть тайминг хат то есть это в принципе ключевой аспект который нужно посмотреть в самом начале посмотрите какой тайминг у соперника у хэтчери легко понять по крипу то есть ваш овер долетает тем временем позади сервел делает стандарт две квины пару лингов будет сейчас учить скорость а элэйзер ставит ранний эволюшн чембер сейчас расскажу почему зачем и вот когда овер долетает все но с большего мы смотрим на игру серова конечно же мы видим докуда дошел крип и если вы смотрите что этот крип не похож на столько насколько дошел ваш то есть к примеру ваш вот здесь этот крип уже тут значит это балахата пораньше значит у него будет больше юнитов и стоит перестраховаться подстроить лишних собак ну и разведать лучше вот зачем делать элэйзер вот этот ранний эволюшн чтобы сделать пораньше плюс один на атаку и затем он будет делать ровч варен еще один эволюшн стеночку и делать плюс два на атаку то есть вот так вот он сделал такой тайминг весьма прикольный билд сервел все делает стандартно идет в третью хату строит дрончиков то есть увидев что у соперника все то же самое что и у него он смело ставит третий он смело идет делает еще одну квину это будет распространять крип это и делать инъекции на второй и готовится к следующему переходу переход у нас обычно идет в в бэйлингов но здесь сервел изучает внимательно лингом что же будет делать элэйзер и видя стеночку вот эту с ровч вареном он в принципе уже догадывается что ну это будут какие-то быстрые тараканы какой-то возможный тайминг с тараканами и что самое главное что можно понять из этого что если соперник делает вот это он вероятнее всего на вас не бежит бэйлингами в данный момент то есть он не спешит пойти вас там чем-то пробить и так далее и поэтому сервел больше не будет делать ни одного линга ближайшее время а просто максимально вкладываться в дронов наполнять свои три хетчери делает уже эволюшн свой первый чтобы не отставать сильно по грейдам лингов он конечно же продолжает пока точнее скорость лингов он не отменяет и вот он наполняет у себя две базы достаточно быстро и быстрее чем элэйзер это сделал и сейчас делает пачечку лингов этот линги ему для защиты нужны на всякий случай но с большего он будет переходить в тараканов то есть если он бы видел что есть какая-то агрессия в стиле там линга бэйлинги к примеру которые могут прийти и начать агрессировать то конечно он бы сделал бэйлинг nest и пораньше бы его сделал но увидев что элэйзер будет играть пассивно все что нужно сделать сервелу в принципе он это понимает это сидеть в обороне и строить у себя тараканов чтобы выиграть за счет как раз таки того что тараканы элэйзеры должны будут идти через всю карту а его появляться ну там где нужно все отсюда сервел подготавливает себе экономику заметьте делает немножко лингов чтобы разведать что будет происходить то есть он сейчас даже отстает по экономике и делает лэйр чтобы потом делать опять же скорость тараканам а в грейд и он делает на броню заметь такой интересный выбор то есть апгрейды на броню они помогают им краски от обороны хорошо отыграть затем он добавляет газы спокойно сидит и вот он уже видит видит своим лингом что бегут его сторону тараканы и начинает готовиться начинает готовиться к этому выходу начинает начинает уже подстраивать тараканов сделать себе экономику все что ему нужно это 4 газа кстати вот этот он пока не наполнил она сейчас наполнит дам то есть четыре газа и для минеральных линий плюс пять дронов на третьей базе такой экономики может позволить себе производить тараканов спокойно а вот эта пачка лингов который вначале была она выполняет классную роль то есть вот это вот маленькие секреты успешного зерга можно так сказать то есть сера у нас смело занял третью базу и сейчас в чем его проблема в том что лазер с крутыми апгрейдами возьмет и придет и начнет его давить и возможно здесь убьет как этого не допустить на самом деле очень просто он сделал такую пачку лингов то это 37 лингов и этой пачке только выбегают тараканы с базы как только не собираются идти в атаку он будет бегать и напрягать то есть это классный маневр чтобы сдержать соперника на базе чтобы он не выходил на вас в атаку до того как почувствует уверенность что вы его ну не можете сразу же сгрызть как только он выходит в атаку и тем временем позади он спокойно себе позволяет таким образом достроиться потому что представьте если сейчас бы прямо вот сейчас например они столкнулись то у лазера 20 тараканов у сервала всего четыре но естественно он бы проиграл и он таким образом себе позволяет просто-напросто выиграть время здесь вот тараканы собираются выйти забегают линги сразу лазер такой не подожди не забежишь защищают 3 немножко третью тоже хочется лазеру подержать и все и вот и лазер почувствовал что можно наставил крипа а сервала тем временем себе смело смело делает тараканов защите вот этими лингами к игру забегает защищать третью нечем заметьте сейчас ее придется отменить и в чем самое крутое в том что линги такие быстрые что они успеют и третью отменить и вернуться по защищаться то есть вот прибегает и лазер позиция позиция у него неплохая но однако таракана в принципе вот прям на этой позиции у него не намного больше хоть апгрейд и хороший но есть во-первых к вины сервала в защите выучилась скорость как раз то есть он себе прям идеально подгадал заметьте к этому бою у него выучилась скорость и линги добегают защиту таким образом даже с хорошей позиции таракана и лазера по итогу зажмутся лингами ну и не смогут не смогут эффективно драться против тараканов сервала и сервала конечно же пойдет сейчас в контратаку и все и отсюда сервала сохранил все три базы он сохранился пятьдесят одного рабочего и из пятидесяти одного рабочего он начинает массить тараканов то есть в принципе вот это и есть базовые звз где мы играем против соперника который особенно пропускает стадию линга бейлингов мы тоже ее пропускаем и просто переходим пятьдесят одного рабочего и отсюда начинаем спамить тараканами дальше конечно же лейтовый переход но чаще всего это продолжаются обычно такие таракани бега которые по итогу выиграл сервала вот такой вот у нас сегодня выпуск а с вами был тет спасибо за ваши лайки и комментарии напоминаю что эта серия это часть обучающей программы из десяти шагов вы можете посмотреть всю программу перейдя в плейлист либо перейти на следующую серию с вами был тет